Дорогие абонементы, большие долги. На территории одного ивановского фитнес-клуба хранится имущество, арестованное судебными приставами. Сотрудники ФССП должны регулярно проверять его сохранность. На месте ли? Как показывает практика, выполнять свои должностные обязанности бывает не так просто. Вы нажмите кнопку, дайте мы пройдем. Вы воспрепятствуете действием законным? Я не воспрепятствую. Вы воспрепятствуете? Я не воспрепятствую. Давайте я зайду на шумную ногу сейчас сам. Добраться до имущества приставам все же удалось. Суд наложил арест на технику салона красоты, который принадлежит должнику. Сам он, по информации правоохранительных органов, находится с семьей в Турции. Его уже объявили в международный розыск. Пострадавшей стороне мужчин должен несколько десятков миллионов рублей. Взяв на реализацию крупную сумму, крупную партию ткани на многомиллионную сумму рублей, он ее реализовал и отказался платить по долгам. В настоящий момент наша компания, она посредством суда пытается вернуть свои средства. Массажный столик, лампы, ванночка для ног, офисный ноутбук и прочая утварь покрывает лишь малую часть долга. Даже к реализации этих вещей приставы на данный момент приступить не могут. Поэтому приходится периодически проверять сохранность арестованного. Все имущество находится на месте, все оно в том же состоянии, в котором оно было арестовано. Все в порядке, с имуществом все в порядке. Нам препятствовали опять в очередной раз, то есть должники редко идут, добровольно определяют доступ к данному имуществу. В то время, как приставы выполняли свою работу, представители фитнес-центра вызвали наряд полиции. Пожаловались, что сотрудники ФССП без их разрешения прошли на территорию и приступили к осмотру имущества. Никаких нарушений в действиях приставов стражи порядка не обнаружили. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.